В Минтруде России предложили поощрять матерей, родивших двух детей до 30 лет. Таким образом, чиновники рассчитывают бороться с повышением возраста деторождения. Тот факт, что женщины рожают после 30, нельзя считать плохим или хорошим, но необходимо поощрять появление детей в более раннем возрасте. Об этом заявил РИА Новости глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, это лучше с точки зрения здоровья матери и возможности рождения третьего и четвертого ребенка. Конкретных способов поощрения он, однако, не назвал. По оценке Топилина, среднее число рождений у одной матери может приблизиться к двум, если будут задействованы меры дополнительной поддержки. Сейчас основным рычагом стимулирования рождаемости служит материнский капитал. Это около 450 тысяч рублей. Он выплачивается тем семьям, в которых родился второй или последующий ребенок. Использовать деньги можно на улучшение жилищных условий, будущее обучения нового члена семьи или другие нужды. Ульяновские МЧСники подвели итоги пожарной обстановки в регионе за 8 месяцев. Специалисты отметили снижение числа пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 744 против 830. Но погибло больше. 54 человека и в их числе два ребенка. 80% жертв, а это 45 человек, на момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения. Из них 36 из-за неосторожности при курении. Треть всех пожаров произошла из-за неисправной проводки или нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Детская шалость стала причиной 6 возгораний. Сотрудники регионального управления МЧС постоянно посещают образовательные учреждения, где проводят уроки безопасности, в ходе которых напоминают ребятам, а периодически и их родителям, о правилах пожарной безопасности и учат безопасному поведению в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 15 и 16 сентября в Ульяновске пройдет Международная книжная выставка-ярмарка, которая станет одним из ключевых мероприятий культурной программы Международного культурного форума 2016 под эгидой ЮНЕСКО. В ходе книжной выставки ульяновцы и гости нашего областного центра получат возможность встретиться с известными российскими писателями Татьяной Булатовой и Анной Матвеевой, Мариной Степновой и Евгением Рудашевским. Валерием Бачковым и Денисом Драгунским. Литература будет самая разная. Мне интересна, например, та литература, в которой читатель думает, размышляет, иногда, может быть, даже пытается предположить, а что могло бы быть, что будет с героями потом, что будет с героями сейчас. Я по интерактиву это понимаю. Я пишу короткие, динамичные рассказы, мне часто очень пишут комментарии, а все их вывешиваю в интернет всегда, я не жалею этого. Я вообще противник борьбы с пиратством. Я считаю, что литература пишется для людей, а не для, не знаю, для того, чтобы заработать лишние 100 рублей. Денис Драгунский – автор порядка тысячи рассказов, опубликованных в почти двух десятках сборников, и сын классика отечественной литературы Виктора Драгунского, подарившего миру Денискины рассказы. Именно со взрослым Дениской можно будет встретиться на следующей неделе на Международном культурном форуме, который пройдет в Ульяновске.